Всем привет! Это второй урок из серии уроков про DataStore 2. Тема урока «Как сделать дверь, через которую могут пройти не все игроки, а только те, которые купили Game Pass или прошли какой-то квест определенный соревнований». Или, допустим, если у них есть какая-то вещь. Но мы сейчас будем смотреть не на вещь, это будет больше похоже на Game Pass или квест. Я разместил два таких предмета. На этот кликаем, как будто квест прошли, дверь открыта, на этот кликаем. Для текущего игрока эта дверь закрыта. И состояние запоминается в DataStore. Все очень напоминает первый урок. Вот это из первого урока скрипт. Мы его не трогаем. Я создал другой скрипт. Dur1 скрипт. Мы в нем будем писать код. Я создал Dur1, просто обычный парт. Видите, добавил в него партиклы и наклеечку с надписью Dur1. И добавил вот две детали, которые закрывает и открывает. Тоже очень простые. Ничего в них нет. Скрипт весь находится в одном месте. Вот здесь. Давайте посмотрим. Начало обычное. Получаем ссылку на наш DataStore модуль. Смотрите, первый урок на службу Roblox. Здесь идет настройка. Настройка это какую дверь мы будем открывать-закрывать. Это для того, чтобы можно было очень легко копипастой размножать эти двери. И не бегать по всему коду, не изменять в кавычках название. Дальше. Название двери мы берем из этой двери. Но оно, конечно, будет равно вот этому слову в кавычках. Дальше. Ссылка на закрывашку нашей двери. Ссылка на открывашку. Вы, конечно, в настоящей игре не должны размещать их вот так. Например, открывашка должна быть на вершине горы. Когда человек заберется у вас, игрок на вершине горы, кликнет на какой-то волшебный камень, ему говорят, теперь открыли вам проход на остров номер, ну там, на остров черепашек, что-то такое. Это уж вы сами думаете. Дальше. Обязательно в каждом скрипте мы должны комбинировать все данные. Смотрите, в первом уроке я про это очень много сказал. И обязательно название должно совпадать для скомбинированных данных с тем, которые вы используете в других скриптах. Постарайтесь так. Так будет быстрее работать, будет лучше. Здесь должно быть название того ключа, в котором мы сохраняем данные по двери. Ключ не имеет отношения к дверям. Это такое программистское название. В данном случае у нас этот ключ будет равен тексту DOR1. Я его в переменную поместил, как вы видите, вот здесь. И везде буду эту переменную использовать. Видите, она подсвеченная. Так. Дальше. Все как в первом у нас уроке. К каждому подключаемому игроку мы по умолчанию, ну, во-первых, создали магазинчик. Ну, точнее, хранилище для наших. Извините, я Store. Store, потому что переводится еще и как магазин. На самом деле это хранилище. DOR Store. Это значит хранилище для двери. Для нашей первой двери мы создали особое хранилище. И там хранится признак. Открыта она для нашего игрока или закрыта. Дальше мы получаем эту информацию из нашего хранилища по двери с помощью функции GET. То, что у нас здесь false, это означает, что когда игрок новичок и входит впервые в вашу игру, ему всегда дают false. Значит, дверь по умолчанию закрыта. Если вы здесь напишите true, то все игроки сразу смогут пройти через эту дверь. Вот эта строчка, она в зависимости от полученного значения, закрыта для нас дверь или открыта, она печатает, что дверь с таким-то именем открыта или закрыта для нашего игрока. Мы сейчас запустим. Давайте вообще-то запустим и посмотрим, как все происходит. Скрипт может немножко глючить, потому что я вечером его пишу. Но DataStore не глючит. Глючит может только открывание двери. Так, вот видно, я подхожу к двери, меня отталкивает. И вначале вот написано, что дверь DUR1 закрыта для игрока по имени Roblox. Ну, для меня. Потому что я впервые зашел в эту игру. Так, а давайте я теперь открою. Кликнул. Написано. Открыли дверь с таким-то названием DUR1 для игрока такого. Я теперь могу заходить-выходить. Давайте нажимаю Stop и попробую еще раз запущу игру. Все данные сохранились в хранилище Roblox. И сейчас при подключении, при заходе в игру для моего игрока узнают, могу ли я входить в дверь или нет. Ну, вот у меня уже надпись появилась. Дверь DUR1 открыта. DUR1 открыта для игрока такого. Так что я могу ходить спокойно туда-сюда. Могу ее закрыть. Закрыл. Видите, меня опять отталкивает. Окей. Ну, теперь опять к более скучному. Хотя, как с дата-стором, очень приятно работать со вторым, конечно же. Вот с этим модулем. Очень все просто и понятно. Так. Кнопки управления дверью. Это кнопка для открывания, кнопка для закрывания. Видите, буквально из двух строчек все у нас состоит. Эту кнопку можно разместить на вершине горы, как я уже говорил. Итак, точно так же получаем, когда кто-то кликает мышкой. Когда кликает мышкой игрок, сразу игрока передают этой функции. Мы опять создаем хранилище, как и везде. Причем, ребята, смотрите. Функции-то разные, а хранилище в результате в этой переменной всегда выдает нам одно и то же. Оно всегда обращается именно к тому хранилищу, которое относится к нашему игроку. Которое скомбинировано в этот пакетик вот с таким названием. И в котором лежит ключ вот с таким вот названием. Ну, помните, мы сейчас говорим про DOOR1. И дальше просто команда. Открыть. Вот как раз этой команды в первом уроке не было. Set. Set мы там посмотрели функцию Get получить. А Set и еще Increment. Это значит увеличить на 1, на 2, на 3, когда мы в монетке. А здесь у нас только два значения. Либо открыто, либо закрыто. False у нас закрыто. True это значит доступ есть. Итак, мы туда устанавливаем в эту ячеечку по нашей двери истину. Значит дверь открыта. Ок. Ну и сообщение выводим сюда, что открыли дверь, нажали. Это так, больше для отладки. Из своей игры потом удаляйте все эти пункты. Они не нужны, тормозят игру. Так. А здесь наоборот. Здесь мы записываем ложь. Значит мы закрываем дверь. Когда кликаем на Button Close Door. Да, вот на это кликаем. Понятно? Это все уже было в миллионы уроков. Это очень простой код. Самое главное, что вот мы открыли наше хранилище. И в хранилище с ключиком для нашей двери записали то или иное. Вот. А это тоже кусок кода, который вы видели миллион раз. Очень простой. Причлось добавить в него дебаунс, потому что вот такие глюки были. Так. У нашей двери, если кто-то ее коснулся, то подключаем анонимную функцию. И ей передается в первый параметр тот, кто ее коснулся. Мог коснуться, например, не человек. Так. Про дебаунс я тоже объяснять не буду. Это чтобы дребезга не было. Чтобы когда наш человек подвигает двери, если вы уже кто-то с тачем, ну, с прикасанием со столкновениями что-то писали, вы видели, что можно за одну секунду 20 столкновений получить. Так. Делаем дебаунс здесь. Здесь получаем нашего игрока. Из его персонажа, используя службу player. Если игрока нет, это значит, если кто-то кинул кирпич, например, сюда. Можно так. Можно вещью кинуть. И тач тоже сработает. Но нам этот случай не нужен. Нам нужен случай только для игроков. Если это не игрок, тогда у нас эта функция завершится. Так, ребята, а вот я уже вижу ошибку. У него дебаунс никогда не пройдет. Надо дебаунс сразу вернуть. Точнее, вот как можно исправить. Вот так. Вот. Так что будем реагировать только на игроков. Дальше. Опять, как уже во всех предыдущих функциях, получаем durStore хранилище для нашей двери. И в переменную, открыто или не открыто, получаем с помощью функции get значение true или false. Причем, видите, я здесь уже по умолчанию не пишу ничего. Потому что у нас, когда игрок вошел в игру, вот здесь вот false был. Один раз сработало и хватит. Больше этого не надо использовать. Итак, мы получили значение открыто или закрыто. И смотрим дальше. Если if not, если не открыто, если не истина, то тогда игрока вытолкнем назад. Потом подождем 5 секунд и делаем 0,5 секунды, значит, полсекунды и делаем дебаунс. Как я отталкивание сделал? Ну, я просто беру позицию дверей. Причем, позицию двери ее Y-координату я не использую, так как высота двери и человека нашего разная. И поэтому человек может быть либо над землей, либо под землей, если я буду его отталкивать. Поэтому я беру координаты вот так. X и Z-координаты беру координаты двери, а Y беру от игрока, чтобы на том уровне, где игрок сейчас находится. А позицию игрока просто беру его позицию. В его персонажи character, гуманоид, root, part и position. Дальше вычисления. Куда оттолкнуть нашего игрока? Отталкиваю я его на позицию двери плюс разница позиций. Игрок минус позиция двери. Еще умножить на 3, чтобы подальше оттолкнуло. Еще дальше я прибавляю один стат высоту координаты Y, чтобы игрок немножко как бы упал сверху, но не очень высоко. Так, ну и дальше присваиваю полученную позицию нашему игроку. Вот и все. Вот такой вот коротенький урок. И моя формула сделана так, так, у меня сейчас что игрока не пропускают с двух сторон. И с этой стороны, и с той стороны. давайте вот здесь попробуем. Не пустили нас. Давайте оббежим стену. Если кто-нибудь знает более прикольные эффекты отталкивания, и как это сделать без создания каких-то точек телепортации с этой стороны, с той стороны, и touch деталек с этой стороны, с той стороны. Мне кажется, я оптимально сделал. Может быть, конечно, его далеко слишком отталкивает. Ну, в любом случае. Ну, вот и все. С помощью информации из этого урока вы можете сделать что-то типа геймпасса и сделать какие-то открывающиеся территории, куда может из лобби ваш игрок уходить. Далее. Вместо двери вы можете сделать телепорт. Представьте, что это лобби, а эта дверь ведет куда-то далеко. Так что вы можете вместо отталкивания поставить код телепортации в нужное место. Если хотите в другой плейс телепортировать, смотрите мой урок про телепортацию в другой плейс. Если в этом плейсе, то воспользуйтесь этим кодом, только не вычисляйте отталкивание, а просто телепортируйте куда надо этого игрока. Тоже смотрите мои уроки про телепорт и так далее. На этом все. Урок короткий. Будут еще уроки в этой серии. Ну конечно же надо обязательно поставить колокольчик, подписаться, лайки. Ну вам жалко что ли? Ну и вопросы можете задавать в донатах. Потому что донаты это приоритет. У меня сейчас полно работы и как-то мотивации не очень много работать над уроками. Но тем не менее интересные темы я постараюсь хотя бы раз в неделю освещать. Всем пока! Субтитры Субтитры